Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать в Канаду! Сегодня у нас необычное видео, я такое видео снимаю первый раз, надеюсь, что у меня все получится. Видеораспаковка или видео поиска клада в мешке с мусором. Ну, вы все знаете мою любовь к секондам, к украшениям, винтажным, не винтажным, и поискам чего-то интересненького в секондах. И я сегодня, вот делаю новый формат, я купила вот такой пакет. Запакованный. Я видела такие видео, ой, там какие-то булавки, иголки торчат из него, надо осторожно. Я видела такие видео, снимают часто блогеры из Америки, и никогда не видела канадских. И вообще не во всех секондах у нас продаются вот такие вот запакованные как бы украшения, в которых мешок ты покупаешь слепую, кота в мешке, что называется. Они продаются в мешках, в банках, в каких-то коробках, значит, вот можно там просматривать, просматривать, посмотреть вот через мешок, что есть внутри, но, в принципе, открыть его нельзя. Его нужно купить и открыть дома. Значит, стоил он 15 долларов, 14.99. Самый дорогой купил, потому что, которые были подешевле, были за 10, за 5, там вообще сразу было даже через мешок, видно, что там полнейший хлам. Я видела распаковки таких, ну, упаковок из секонда из Америки. Там действительно люди находят очень интересные, очень такие хорошие вещи, качественные, дорогие. Я подозреваю, что у нас в Канаде это будет мешок с мусором таким, потому что я очень сомневаюсь, что что-то хорошее вот так вот насобирают и положено в этот мешок. Скорее всего, это какой-то неликвид, какие-то бусины, какие-то одиночные серьги, наверное, возможно, какие-то поломанные, то, что нужно чинить для починки, в общем, какие-то вещи для рукоделия. Но я рискнула, я решила попробовать, во-первых, для контента, во-вторых, мне самой было интересно, ну, и из видео как бы снять, почему бы нет, 15 долларов не такие уж большие деньги, в принципе, можно и как бы рискнуть ими. Посмотрите, какой, значит, я, конечно, клюнула на вот эти вот какие-то зеленые бусинки, похожие на малахит, какие-то тут жемчуга, какие-то тут стразы блестят, вот что-то такое, вот так вот он выглядит. Я сейчас переверну камеру так, чтобы показывать мой стол и буду это разбирать. Я не знаю, вложусь ли я в одно видео, потому что мешок довольно большой, и я не знаю, возможно, мне придется выключиться и распутать, потому что выглядит это так, что здесь очень много каких-то запутанных цепочек, бусы и так далее. Возможно, мне придется сделать какой-то перерыв, вот, но давайте начнем. Если я найду что-то красивое и достойное, я, конечно, это все на себе примерю. И давайте будем начинать. Мне самое ужасно интересно. Ну что ж, давайте начнем. Так, я уже вижу, что я, как всегда, включила и выключила камеру не вовремя. И я не знаю, есть ли у меня записался сам процесс разрезания мешка и высыпания всего, что здесь есть. Но вот это то, что я высыпала. И я уже вижу, что здесь очень много каких-то одиночных серег, каких-то совершенно деталей, которые сразу идут в мусор. Скорее всего, конечно, я выбросила 15 долларов в мусорку, но все-таки давайте попробуем. Я сейчас буду потихонечку вытаскивать, что смогу вытащить. Прямо я чувствую, что у меня будет большая работа по... Даже вот такой вот браслет большой я не могу его выкрыть, потому что он запутался. Хорошо, тогда давайте вытащим то, что не запутано. Итак, то, что привлекло мое внимание и то, из-за чего, собственно говоря, я и купила этот мусор, это вот такая вот нитка. Давайте это подвинем. Нитка, причем это малахит. Я это вижу, потому что он тяжелый, он холодный, и в нем даже работающий замочек, по-моему, не поломок. В общем, его можно застегнуть, но это нелегко. Видимо, замок надо менять. Ой, нет, вы знаете, вот здесь вот скол, вот здесь. Я вижу, что это какое-то что-то крашеное. Нет, это не малахит. В общем, ну, он такой тяжеленький, очень похож на малахит, но это нет. Я думаю, что нет. Но, тем не менее. Дорогие девочки, я к вам вернулась. Мне пришлось прерваться, потому что я хотела снять это одним таким кадром, как обычно делают блогеры все, которые распаковывают всякие вот лоты винтажные или какие-то вот покупки в секунде вот таких вот именно мешков или банок с котом в мешке. И у них это просто так легко получается. Они просто открывают коробочку или мешочек, высыпают все и там как бы рассматривают, что у них есть. У меня же получился совершенно здесь запутанный гордиевый узел, который у меня взял несколько часов, чтобы распутать. Совершенно немыслимо это было делать на камеру. Поэтому, как вы понимаете, я прервалась, выключилась и распутала это все. Сейчас продолжаю снимать. Я понимаю, что эффект не тот. Самое интересное, это эффект, когда вы все это открываете, рассматриваете. Это эффект такой внезапности. У меня уже, я как бы все уже рассмотрела, уже поняла, что к чему. И даже нашла там некоторые цены, некоторые вещи. Но, тем не менее, как получилось, потому что вот, ну, очень-очень все. Видите, здесь очень много мелких цепочек каких-то. Все было ужасно запутанно. Я, некоторые вещи просто, там были из ниток и замшевые какие-то ремешки, которые я просто их разрезала и выбросила, потому что немыслимо. Ну, вот, смотрите, я вам сейчас покажу, значит, вот это мусор сразу. Даже не буду вам показывать, значит, это у меня вот мешочек уходит в мусор. Здесь очень много каких-то одиночных серег, которые тоже надо выбросить. Они совершенно ни к чему не нужны нам. Я, наверное, даже их сразу уберу или вам вот так быстренько покажу. Вот, значит, 16 долларов, между прочим, стоила серега. Видите, она поломана. Вот, очень красивая, как бы, сережка, но она тоже одна, к сожалению. Так, что тут еще у нас? Видите, вот какие-то вот одиночные серьги. Красивые, кстати, но они все по одной. Вот какая-то такая странная, странненькая сережка. Сразу все это я буду убирать. Вот это вот такая вот серьга. Даже не знаю, стоит ли заострять на это внимание. Какие-то тут детали. Какие-то осколки от чего-то. Давайте я быстренько это все просто поубираю сразу. Вот какая-то штука. Что-то индийское, по-моему, что-то индийского происхождения. По-моему, немножко темновато, но, по-моему, у меня здесь максимальный свет. Я даже не знаю, как сделать светлее, девочки. Вот, какие-то вот такие вот вещи разные, которые не стоит даже, наверное, показывать и терять. Вот это какая-то, какие-то бусины, которые просто какой-то кусок чего-то. Это что-то тоже, видите, были какие-то серьги с чем-то. Ну, в общем, вы понимаете, да? Очень много всякого, очень много всякого хлама, который я даже, наверное, не стану вам показывать уж так сильно. Он не представляет никакой ценности, но много одинарных серег. Ну, в общем, вы видите, да, всякий такой совершенно-совершенный мусор, который... Ну, вы представляете, как это все было? Вот сережка красивая, но тоже одна. Вы представляете, как это все было запутано на всех этих, на всех этих серьгах, на всех этих кусочках непонятно чего. Вот что-то старое какие-то, тоже, по-моему, что-то индийское. Может, и нет, какие-то бисерки, или даже не знаю, это браслет или колье. Ну, в общем, я, наверное, сейчас все это вот отодвину, уберу, чтобы она нам не мешала. Вот серьга, кулон без цепочки, камень какой-то. Вот какие-то тоже серьги, очень похожие, но старые, грязные, они разные. В общем, вот какие-то тоже здесь маленькие такие детские, плохо фокусируются, сережечки. Кстати, симпатичные, но все-все-все по одной, чего я, собственно говоря, и ожидала. Вот, да, вот это, конечно, мусор какой-то. Так, все, давайте я сейчас прикреплю телефон и буду вам показывать, что я нашла более-менее интересный. Так, для начала, вы знаете, я все-таки хочу вернуться к этой нитке малахита, которую я нашла и была уверена, что это настоящий малахит. А потом я поняла, я нашла какой-то скол на одной из бусин и подумала, что это не малахит. Хотя на ощупь и на вес он абсолютно как настоящий, тяжелый такой. И я сказала, что у меня есть настоящая нитка малахита, очень винтажная, которую я купила когда-то в Минске в 1980 каком-то году. Помните, в комиссионках продавали, вот привозили какие-то бусы разные и прочие. Они продавались жемчуга, в общем, какие-то маленькие такие гранаты и разные, вот такие вот малахит продавался. Честно говоря, оно очень похоже, просто невероятно похоже и по весу, и на ощупь, и по цвету, и по рисунку. Единственное, что эти такие полированные, блестящие, эти матовые, но я подозреваю, что это просто со временем сошла полировка. Что я хочу сказать. Честно говоря, возможно, в то время уже, так сказать, китайская промышленность во все работала и производила какой-то прессованный малахит из каких-то крошек или бог весть чего. В результате чего, как бы, продавался нам как настоящий, как натуральный. И поэтому вот сейчас я стала сомневаться в натуральности моего малахита, потому что он настолько похож на этот, который, судя по всему, какая-то прессованная крошка раскрашенная. Вот, такие дела. Так что вот не знаю, не знаю, девочки, я теперь думаю, малахит ли это, и вообще, как бы, все это у меня вызывает большие сомнения. Я не очень разбираюсь, не знаю, как это проверять. Тут вон еще какие-то дырки имеются. В общем, короче, не знаю, не знаю, девочки, ничего не могу сказать, очень трудно понять. Для начала хочу вам показать вот такую вещь, на которую, конечно, мой глаз упал, когда я разглядывала ее через мешок. У меня там что-то шумит, соседи, как всегда, там траву стригут или что-то такое. Простите, пожалуйста, за шум. Надеюсь, что вам не слышно. Я закрыла все окна и двери. Значит, это браслет. Я сначала подумала, что это обломок какой-то детали от какого-то колье или что-то такое. Но потом поняла, что это браслет. Застегивается он вот таким вот образом на защелку. И получается, видимо, красивый браслет, но очень большой. Может быть, это колье, но для колье маловато, не знаю. Но такое впечатление, что здесь все равно чего-то не хватает. Потому что здесь вот какие-то две такие бусины, вернее, просто как-то так висит в свободном полете. Естественно, потеряно очень много камушков. Вот здесь вот, видите, большие потери. И для браслета он как бы маловат. А для колье он... Для браслета он великоват, вернее. А для колье он маловат. Может быть, это на какую-то очень крупную руку. Но что-то я сомневаюсь, что на какую-то руку это может быть на шее. Не знаю, на чье это может застегнуться. Ну, вот такая вот штука. Красивые стразы, блестит. Конечно, это винтаж, безусловно, по-моему. Очень интересно, здесь какой-то замочек сделан вот таким вот. Странным образом защёлкивается, отщёлкивается. Но, в принципе, работает. В общем, не знаю, девочки. Что вы думаете, что это такое? Так, много всякого разного, малопонятного. Вот это вот тоже привлекло моё внимание через пакет. Оказалось, какая-то рваная нитка вот таких вот бус. Такой вот в центре тоже явно винтажный. В центре у неё такой большущий кабошон. И вот здесь много-много вокруг жемчугов. Но абсолютно она вся рваная и порванная. Так что она у нас идёт в мусор. Такая вот цепь, два сердца. Симпатичная, вы знаете, красивые такие кристаллы, яркие, блестящие. Но она, цепочка, имеет вот здесь вот замочек. А с одной стороны, а с другой стороны она порвалась. Поэтому вот тоже, наверное, пойдёт в мусор. Хотя мне жалко. Вообще такое сердце. Такое оно подвижное. Очень интересная вещь. Симпатичная. Конечно, не винтажная, но интересная. Даже, я бы сказала, красивая. Ну и тут разные вот такие вот цепочки, которые... В принципе, их можно восстановить, потому что они просто разорваны. Вот ещё одна такого же типа. Они просто разорваны в какой-то своей части. Но я не знаю, буду ли я этим заниматься. Потому что, ну, обычная такая цепочка. Ничего особенного в ней нет. Возьми много вокруг её восстановления. Надо соединять эти звенья. Потом она очень вся запутывается. Так что то же самое здесь. Просто вот такая вот цепочка с такой вот бляшечкой. Кулоном. Она какая-то двойная, тройная. Здесь несколько цепей. Все они порваны. Не знаю, буду ли я заниматься восстановлением. Вот такая вот с буквой А. Кулон. Очень такая вся покоцанная, облезлая. Тоже вся запутанная. В конце у неё на конце висит вот такой вот значок. Я не знаю, если это не значок, вернее, а вот такой вот медальон с бусинкой, по-моему. Чья-то маркировка, но я не уверена. Тоже, скорее всего, выброшу. Потому что она очень облезла и очень запутанная. Так, давайте, что ещё у нас тут? Вот такой вот браслет. Пластиковый, кристальный такой. Большой мне, во-первых. Во-вторых, ну, такой обычный пластиковый какой-то детский такой браслетик. Совершенно не представляющий никакого интереса. Это тоже, конечно, мусор. Вот какая-то такая цепь. Тоже очень интересная и странная. В принципе, целая. В принципе, симпатичная. Но довольно облезлая. Потому что, видите, вот металл уже такой пошёрханный. Я даже не знаю, тоже это винтаж, не винтаж. Скорее всего, нет. Она довольно красивая. Видите, у неё вот тут есть такие кристаллики блестящие. Много-много цепочек. Довольно неплохо она выглядит. Я даже её примеряла. Но немножко уже, конечно, металл сошёл. И она выглядит как довольно старая вещь. Штука, которая тоже страшно-страшно путается. Вы представляете, чего мне стоило распутать все эти цепи? Они между собой путаются. А уж когда они лежат с другими цепочками, которые как бы... Всё это как бы вместе в куче смешано. Короче, я не могу сейчас это распутать. Не буду терять вашего времени и своего снова. Вы поняли. Значит, она вот такая вот. Много цепей. Несколько кулонов. Вот такой, как под ракушку кулон. Обычный, круглый. Просто что-то круглое. Здесь как будто какие-то босинки голубые. Значит, вот здесь до сих пор на краях я не смогла её распутать. Потому что это абсолютно челлендж. Абсолютно невозможно сделать. Но при желании можно это сделать. Ну, не знаю, буду ли я этим заниматься. Потому что она абсолютно мне не представляет для меня никакого интереса. Было ещё каких-то пару таких странных цепочек. Вот такая вот странная вещь. Кстати, тоже вот здесь она порванная. Можно, это легко абсолютно можно починить. Не знаю, буду ли я это делать. Потому что, ну, как бы она мне не особенно нравится. Очень странная штука. Здесь как будто бы кулон. Идёт такая цепь. А на конце вот такая вот круглая, полукруглая. Как будто вот такая вот металлическая. Как будто, ну, не знаю, как это даже назвать. Вот так вот это одевается на шею этим местом. А перекидывается вперёд вот этим вот кулоном. Никогда не видела такой конструкции украшения. Но, видимо, имеет место быть. Тоже, скорее всего, этот мусор. Вот такая вот длинная цепь. Состоящая из, раз, два, три, три цепочки. Довольно длинная. Вы знаете, у меня есть такая одинарная. Но она более новая и блестящая, красивая. Я не могу сказать, что она уж очень старая. Но довольно тоже облезлая. И не знаю, буду ли я её носить. И что мне с ней делать? Скорее всего, тоже пойдёт мусор. Потому что у меня украшений много. Не знаю, дойдут ли мне когда-нибудь до неё руки. Потому что она мне не особенно нравится. Ну что ж, продолжим. Просто вот такая вот тоненькая цепочка. Очень похожа на серебряную. Но я сомневаюсь. Потому что нету никаких признаков. Обычно пишут или стерлинг силвер у нас, или ставят пробы. Здесь никакой пробы нет. Может быть, я хорошенечко её поищу. Может, я просто не нашла. Просто она очень похожа на серебряную. Хорошо такая сохранившаяся, блестит. Что довольно редко бывает со старыми вещами. Но даже если она и серебряная, большого уж такого ценности никакого она не представляет. Потому что серебро у нас довольно дешёвое. Что ещё? Нитка жемчугов, ну, в кавычках, жемчугов, позволение сказать. Искусственная, конечно, длинная нитка. Но вы знаете, что он очень симпатичный. Довольно хорошего качества. Нигде не облезлый, не обшорпаны эти жемчужины. И, по-моему, это стекло. На ощупь, во всяком случае, это не чувствуется как пластмасса. И вот по звукам тоже похоже, что это стекло. Стеклянная нитка, потому что она довольно тяжёлая. И мне, в общем, понравится. Просто такая длинная нитка жемчуговая, у которой можно... У неё нет застёжки. Можно обмотать вокруг шеи несколько раз. В стиле такого, знаете, а-ля 20-е годы прошлого столетия. И сделать вот такое вот украшение. По-моему, симпатичное. Даже очень неплохо. По крайней мере, по сравнению со всем остальным. Не выглядит уж так ужасно. Следующее украшение – это вот такая вот бабочка. Кулон с цепочкой. Смешная, прикольная. Мне она понравилась. Немножко тоже потери в металле. Вот здесь вот есть сзади. То есть она такая трохи облезшая. Но вот такой вот кулон большой. Видите, он двигается. Вот такая вот эта часть двигается. Здесь красные кристаллики, которые тоже двигаются, болтаются так. Довольно симпатичная цепь у неё. Вот такая вот хорошее плетение. Тоже целенькое, не поломанное, не торванное. Сейчас я её так разложу. Красиво. Так. Замочек. Судя по всему винтажное. Годов 70-х, я бы сказала. Может быть, начало 80-х. Судя по замку и вот по всему антуражу. Довольно хорошо сохранившийся. Мало потерь. Маркировок никаких нет. Ну, что-то неплохое украшение. Это он такое милое, симпатичное, приятное. Вполне даже себе буду его носить. Ещё одна цепь. Ну, вы все, наверное, узнаёте, кем они восстановлялись. Сделана под украшение Ван Клиф, которое стоит невероятных тысяч. Тысяча. Это, конечно, нет. Хотела бы я найти в таком мешочке за 15 долларов украшение Ван Клиф, наверное, которое такой длины, натуральный Ван Клиф стоит, наверное, тысячу, ну, 10 долларов. Семь, десять. Я, честно, не очень знаю их цены. Я знаю, что они стоят очень дорого. Это очень неплохая, в хорошем состоянии, практически нету никаких потерь. Единственное, что вот здесь вот этот самый крайник к застёжке элемент, он, видите, с одной стороны присутствует, а с другой стороны потеряна вот эта вот пластиковая вставка. Вот видите, вот с другой, так он должен выглядеть с обеих сторон, должна быть такая вставочка. Здесь потеряна. Но это малая потеря, потому что это у самой застёжки, у самой шеи, поэтому я думаю, что это даже если вообще не будет видно, он вот довольно такой он длинный и приятного цвета, хорошо сохранился, очень тоже симпатичный, красивая, очень хорошая подделка. Ну, даже это не подделка. Я понимаю, что они даже не претендуют, но просто это очень многие делают, ну, как бы вдохновляются вот изделиями известных брендов дорогих и делают ещё очень похожие на них. Мы все это знаем. Тоже вполне себе буду носить, вполне себе, почему бы, почему бы и да, что называется. Две брошки у меня, обе с потерями кристаллов, очень красивые. Я понимаю, почему они попали в этот мешок, потому что здесь, видите, не хватает камушков. Вот тут, сейчас, подождите, раз. Ну, неважно, в общем, несколько камушков, три здесь, вот здесь один, в общем, я уже разглядывала, камушка три здесь не хватает. Очень симпатичная брошечка, судя по всему, винтажная, замочек работает, сзади всё у неё хорошо, маркировок нету, прекрасно сохранилось. Вот единственное, что потеряно несколько кристаллов, но вы знаете, я небольшой чинитель этого дела, я с починками у меня не очень, я как бы не умею чинить, но я знаю, что вот такие круглые маленькие кристаллы найти легче. Вот эти багетные длинные кристаллы найти довольно проблематично, а вот такие вот маленькие, возможно, я её смогу починить, а возможно, просто так буду носить, потому что, если честно, вот не особенно-то и видно, что здесь парочку маленьких кристалликов потеряны. Ещё одна очень красивая брошь, но очень покоцанная, ну, не то, чтобы очень, но смотрите, какая красота, та неимоверная просто, но в ней, конечно, много потерь. Во-первых, здесь потерян кристалл, вы видите, да, вот такой вот коньячный, красивый, во-вторых, здесь немножко вот такая патина зелёненькая, но это тоже можно всё почистить. Сзади она вот такая вот красавица, с такой вот тоже здесь почернение, я думаю, что это чешское или, ну, в общем, что-то европейское. Замочек работает, но иголка очень гнутая, видите, какая. Ну, в принципе, она функционирует. Её можно, конечно, выпрямить, я понимаю, но и нужно найти вот самое главное, вот такой вот кристаллик, вот такой, и вставить вот сюда. В принципе, лапки, может, и погнутые, ну, не знаю, короче, будем смотреть. В любом случае, красивая брошь, может быть, я её даже смог восстановить, потому что жалко, но такая красивая. Так, конечно, носить невозможно, потому что очень видно, в отличие от этой вот розовой, здесь маленькие-маленькие кристаллики, а здесь они большие, это, конечно, видно, что её, что здесь чего-то не хватает нам. Сюда положим. Так, что ещё, что ещё, что ещё, что я забыла? Ага, вот такое колье, которое тоже привлекло моё внимание в мешке, потому что оно через мешок сверкало и переливалось, как настоящие бриллианты. Как мы знаем, лучшие друзья девушек, это что? Правильно, бриллианты. Что-то у меня как-то крутится, выкручивается, ну, в общем, вот такой вот, это, в принципе, такое оно коротенькое колье чокер, в нём всё хорошо, ничего не поломано, в нём, я думаю, что это винтаж, потому что вот застёжка, вы видите, вот такой вот крючок, и здесь вот удлинительная такая вот цепочка на конце с кристалликом, который можно застёгивать на любую длину, вот так она просто цепляется и держится вот таким вот образом. Ой, не очень у меня как-то это выходит хорошо, наверное, вот так надо её цеплить, вот так. И вот такая вот получается красивая, красивое вот такое вот колье. На самом деле очень красивое. Я думаю, что оно винтажное, сохранилось оно прекрасно. По сохранению кажется, что оно не винтажное, потому что уж очень оно красиво и хорошо сохранилось, никаких потемнений, никаких нет проблем с ним. Единственное, что это вот этот крючок. Крючки обычно делались в вещах довольно старинных таких, не позже 70-х годов, я думаю, но он тоже очень новый этот крючок, что наводит меня на некоторые мысли. Но это совсем не важно на самом деле, потому что оно очень действительно красивое колье и нарядное, конечно, наверное, с удовольствием буду его носить. Давайте так положу. Оно, видите, всё время выкручивается, а я хочу, чтобы вы видели, как блестят, безумно блестят эти камни и как же это красиво. Вы можете представить меня сороку, нашедшую вот такой вот и какой восторг я испытала. Ой, как мало мне надо, что называется. И самое интересное, и самое, я бы сказала, ценное. Я долго её рассматривала, но я увидела сразу, что она довольно хорошего качества. Значит, это колье, коротенькое. Очень интересное, значит, как бы двустороннее. С одной стороны цепочка, естественно, и с одной стороны сделана вот такая вот булавка со стразиком, с таким. И здесь название бренда. Я сразу, когда их распутывала, это дело, я поняла, очень качественно сделано. Вот эти вот все камушки, кристаллики так хорошо встроены, сделаны. В общем, ну, как-то видно, что это что-то такое непростое. Сейчас я вам прочитаю, как это называется. Здесь вот название компании. И с другой стороны, значит, она очень интересно застёгивается, эта цепочка. У неё здесь как будто бы такая пуговица, тоже с названием компании, бренда. И вот так вот её можно расстегнуть. Тут тоже как-то она, видите, какие-то чёрно-белые какой-то рисунок нанесён вроде бы, как эмаль или что, не знаю. И вот так вот продевается эта пуговица через вот эту вот, как бы, петлю. И опа-ля, она застёгнута. Очень интересная застёжка, очень необычная. По названию компании я нашла её в интернете. Я вам сейчас поставлю фотографии, как это называется этот бренд. Никогда не слышала, первый раз слышу, если честно. И была удивлена ценой, потому что там написано, что она стоит там сто с чем-то, а в принципе, как на сайте на каком-то они продавали там за 70 долларов, за 80. Ну, окей, замечательно, прекрасно. Считаю, что ценная находка и очень интересная. Я сейчас, наверное, кое-что примерю, то, что можно примерить и показать на себе, потому что я думаю, что вам интересно, как это выглядит. Что могу сказать в заключении? Стоило оно того? Наверное, нет. Несколько вещей из тех, которые вы здесь видите, я бы, наверное, приобрела без мешочка, если бы вот они были. Наверное, вот эту бабочку бы купила, вот эту цепь, вот эту, конечно, да. Наверное, купила бы эту брошь, потому что на ней не сильно видны потери. Эту вряд ли, потому что её надо сильно чинить. Вот это бы, наверное, купилось, подумав, что это малахит и схватила бы домой. Может быть, эту нитку жемчуга, но вряд ли. Вот эту я бы, конечно, купила, потому что видно, что это какая-то хорошая, качественная вещь. И каждая из них бы стоила, наверное, там 4, 5, 6 долларов. И умножив на 1, 2, 3, 4, 5, 6 вещей, стоило бы это долларов 20 мне в среднем, наверное. Мешок мне стоил 15-16 долларов. То есть я, конечно, много не выиграла, потому что всё остальное, вот многие вещи, которые, в принципе, они целые, их можно носить. Но я не знаю, буду ли, потому что мне они не очень нравятся. И это не совсем, как бы, мой стиль. Я бы, конечно, не стала бы их покупать, если бы я видела их в магазине. Я немножко разочарована, потому что, как правило, те распаковки, которые я видела у американских блогеров, они действительно за 20 долларов покупают вот такую большую банку с украшениями, наполненную, стеклянную банку, наполненную украшениями. И там действительно есть очень хорошие вещи. Нету никаких там лом, ничего не поломано. В основном всё целое. И в основном вещи довольно хорошие, достойные, которые можно носить, и можно продать, и можно как-то вот использовать их. Даже много с маркировками, много вещей хороших. Вот. Здесь у нас, как бы, в основном, в основном, конечно, мусор. Кое-что. Ну, вот пару вещей буквально, которые что-то представляют из себя, и которые можно носить, и всё остальное, конечно, мусор. Так что так, куплю ли я ещё раз этот мешок? Нет. Вряд ли. То есть, может быть, если я увижу через мешочек, это что-то действительно очень ценное. Стоило это мне очень много работы. Достаточно долго я это всё распутывала. Вот. Не стоит оно того. Времени жалко, и денег жалко. Но как эксперимент мне это было интересно. Опять же, контент для видео. Мне кажется, это получилось интересное видео, забавное. И вот такие, значит, такой результат у меня. Отрицательный опыт – это тоже опыт. Поэтому вот я считаю, что сделала я это не зря. Тем более, что 15 долларов – не такие деньги. Всё, дорогие друзья. Увидимся в следующем видео. Очень рада была, что вы посмотрели его до конца. Надеюсь, что вам было интересно. Всем привет из Канады. Пока-пока. С вами была ваша Дита. Бай-бай. С вами был Игорь Негода.